Обострение информационных атак на российскую банковскую систему в начале 2014 года не стало неожиданностью для специалистов, а нарастание угрозы говорил весь предшествующий ход событий и подготовка к обороне велась не покладая рук. В этом ключе показательны данные с киберфронтов за прошлый 2013 год. Один из наглядных показателей, бесспорно, это объем средств, которые удалось похитить киберпреступникам. Оценки различных сторон отличаются в разы, однако их можно привести к общему знаменателю. Аналитики компании Техносерв прогнозировали, что в 2013 году добыча кибермошенников в банковском секторе составит около 113 миллионов долларов, на 13% больше, чем годом ранее. А наступивший 2014 год должен, по их мнению, стать переломным, когда прибыли киберворов будут расти на десятки процентов ежегодно. По мнению компьютерных сыщиков из компании Групп и Б, 2013 год для действующих на территории России киберпреступников также стал переломным, но в сторону спада. Так, в прошлом году в системах дистанционного банковского обслуживания было украдено всего 446 миллионов долларов, 50 миллионами меньше, чем за год до этого. Также сократились объемы хищения электронных денег, упал преступный заработок от спама и дидос-атак. В целом объем рынка компьютерных преступлений за год снизился на 6%, но при этом составил 1,9 миллиардов долларов. По мнению киберсыщиков, причиной для снижения стал целый ряд тенденций. Например, укрепление ИБ во многих крупных банках, сотрудничество на межбанковском уровне, позволяющее выявлять преступников и предотвращать махинации. Большую роль сыграла и поимка совместными усилиями правоохранительных органов и ИБ-компаний крупных кибергруппировок. По итогам расследований, которые велись несколько лет, была пресечена деятельность группировок Карберб, Гермес. Под суд пошли несколько кибермошенников-одиночек. О том, насколько данные оценки соответствуют реальности, рассуждают банковские специалисты. Такая оценка самая грубая, но наиболее, наверное, правильная. Можно было бы, наверное, уточнить, на мой взгляд, если бы группа Б объединил свои усилия по подсчету масштаба бедствия с Центральным банком. Потому как Центральный банк собирает сейчас информацию об инцидентах по информационной безопасности согласно указанию 2831У и имеет тоже какую-то свою статистику. Понятно, что она не совсем полная. Не все банки выдают действительно адекватную оценку. Почему? Связано это с тем, что если деньги не ушли из банка, в некоторых случаях замалчивается данный вариант. Но могу в этом плане сказать, что, допустим, мы, насколько я знаю, другие крупные банки такую информацию поддают в виде, что называется, как есть. Такие примерные оценки, они позволяют нам оценить усилия, усилия, которые предпринимают государства, усилия, которые предпринимают сообщества безопасников, насколько они эффективны. Ведь нам, как безопасникам, знаком такой процесс, как анализ рисков. Особенно, когда мы говорим о количественном анализе рисков. Но, тем не менее, этот процесс успехом используется во многих компаниях для того, чтобы построить эффективную систему информационной безопасности. И, понятно, за неимением другого мы ориентируемся на подобные оценки. Не нужно отметать такое положительное, я бы сказал, значение этих оценок, ведь это и сигнал для противоположной стороны. Если подобные сообщения, подобные оценки заставят кого-то из них задуматься и воздержаться от этой скользкой дорожки, то свою роль эти оценки выполнят. Наверное, для банков такая информация, такая оценка, которая сделана группой Б, является своего рода дополнительным стимулом к действию. Заложить какой-то бюджет на следующий год, например. Планы, так сказать, выверить имеющиеся. Потому как мошенники, грубо говоря, наступают уже на пятки, и, соответственно, надо постараться опередить их, а не дожидаться того момента времени, когда они нападут первыми. Важно узнать и мнение представителей МВД России, ведомства, ответственного за борьбу с киберпреступниками в стране. Если рассматривать 2013 год, то сотрудниками нашего управления была пресечена деятельность преступников, занимавшихся изготовлением ряданосного программного обеспечения, как раз ориентированного на работу системами дистанционного банковского обслуживания. В ходе проведения этой операции было предотвращено хищение более миллиарда рублей. Учитывая прозвучавшие оценки, а также активность киберпреступников в начале 2014 года, обострение борьбы на цифровом фронте – довольно предсказуемое развитие событий. Однако опасения у специалистов вызывает тот факт, что даже тогда, когда расследование преступлений доведено до конца, суды, как и простые граждане, не в состоянии адекватно оценить масштаб киберугрозы. Мы иногда сталкиваемся с неготовностью судей, ну, как и в целом с неготовностью общества столкнуться с вот такими формами преступной деятельности, потому что многие люди с трудом представляют общественную опасность подобных преступлений. В то же время эта общественная опасность велика. Эти люди, они являются полноценными преступниками, об этом не стоит забывать. В результате подсудимые, ответственные за многомиллионные кражи, отделываются условными сроками. Как и многие другие специалисты, Илья Сачков настаивает на том, что необходимо решительно разъяснять обществу реальную опасность киберпреступников. Необходимость превентивно повышать степень защиты электронных ресурсов и вести просветительскую деятельность понимают и банки, и государства. Например, многие банки распространяют среди клиентов памятки, содержащие базовые правила информационной безопасности. А подход управления К, БСТМ, МВД России еще глубже. Проведение открытых уроков кибербезопасности в школах. Так что можно надеяться, что пессимистичные оценки не оправдаются. А киберпреступникам год от года придется все ту же затягивать пояса.